здравствуйте у нас не проходит наверное неделя чтобы кого-нибудь из министерства обороны не арестовали и вот совсем недавно задержали зам командующего ленинградским военным округом по материальному и техническому обеспечению генерала майора валерия мумиджанова по материальному обеспечению совсем недавно тут арестовали генерала попова там что-то связано с парком патриот патриоты поговорили на патриоте вот такой вот такая вот ирония грустная получилась вы знаете я думаю будут еще арест они будут еще продолжаться вот так и хочется помечтать немножечко а вот если был бы сталин если был бы были бы времена сталина наверное все эти люди а даже на самом деле больше там бы знакомые друзья вы пошли этих людей которые возможно возможно принимали участие в распиле государственного бюджета уже бы не через два года а через я думаю там два дня может быть две недели сидели бы за столом у следователя и давали признательные показания где когда с кем и сколько украли из государственного бюджета но сейчас у нас другие времена я думаю даже что вот эти два года их пытались даже возможно как-то вразумить объяснить этим генералам а посмотрите сколько там генерал у всех звезды помощники бывшего министра обороны что может быть не надо вот как бы так знаете пилить бюджет уже попилили вот там уже было парк патриот построили много чего еще построили и не достроили и перед и перестроили может быть вот уже нужно остановиться как-то аппетита свои подубавить чуть-чуть не может он по-другому не может он даже соглашается что да ситуация тяжелая надо как-то поменьше пилить но не может но не может потому что руки сами тянутся ничего другого не умеет коррупционер я сейчас не про этих этим конкретно генералам помощником даст оценку суд кто они коррупционер преступники он назовет я говорю сейчас об абстрактных коррупционерах которых в нашей стране в россии еще достаточно из всей этой плеяды генералов арестованных помощников выбивается генерал попов генерал попов это бывший командующий 58 армия иван попов не вот который попов последнего арестовали а иван попов если даже посмотреть на фенотип ивана попова он ярко отличается от допустим от тимура иванова вот еще от вот от этого тоже работника министерства обороны тут видно что люди привыкли эти вот генерала кушать хорошо а тут все-таки боевой генерал и многие за него заступаются конфликта у попова ивана попова с министерством обороны с некими чинами высокими начался еще давно а а вот возможно под шумок кто-то вот этих вот арестов решил кто-то и с ним счеты свести я надеюсь что следствие вот тут вот разберется вообще министерство обороны по объективным причинам это закрытая такая организация как допустим в син тоже закрытая организация и что там творится помните такой был реймер 17 год александр реймер который был осужден на 8 лет за то что он купил браслеты браслеты которые вешаются на ноги людям которые находятся за которыми в син должно следить купил браслеты в пять раз дороже чем они должны были стоить получил там условно-досрочный мы дали 8 лет получил нас условно-досрочный уже сейчас нормально сидит дома выращивает помидорки в общем а может не помидорки может быть он работает консультирует опыт большой у человека все-таки такой понимаете и связи большие такие люди нужны возвращаясь уже к старому событию практически старыми сейчас так все быстро развивается все так в таком темпе большом это и к 19 волгоградская область и к 19 это уже второй случай такой кровавый когда приверженцы исламского государства запрещенного на территории россии устраивают вот такие кровавые разборки и что вот почему до этого же не было такого что изменилось а я еще раз повторюсь это очень закрытая для внешних глаз структура сен я между что там происходит почему мы видим такие всплески уже кровавые которые невозможно скрывать почему это происходит мы об этом поговорим с лидером движения гулаг-инфо денис солдатов и он нам расскажет как так случилось почему вдруг мы уже второй раз за лето видим вот такое проявление такой жестокости к этим бунтом и подобным событиям всего давно шло в силу того что уже начиная наверное с 14 с 15 года еще при бывшем директоре при предыдущем директоре корниенко началось так называемый закручивание гаек для одних заключенных и расслабление для других то есть для экстремистов ваххабистского толка для них как бы было облегчение положения а для так называемых блатных для них закручивали для них стали закручивать гаки то есть все это впоследствии потом переросло при калашников и еще директором следующем в более сильное закручивание ганик гаек а у е признали экстремистской организации но вот это для чего было сделано чтобы как-то компенсировать чтобы были разные точки силы какой-то да чтобы как-то нивелировать влияние полотных то что даже система нквд прошлое гулаговская она не просто так создала вот эту систему так называемых блатных а для того чтобы это все управлялось то есть чтобы в дневное время это управлялась структуры нквд а в ночное время это управлялась грубо говоря так называемым блатный ну значит даже в те времена наши спецслужбы не могли четко и точно контролировать эту систему а сейчас почему-то посчитали что они все могут но взяли уничтожили все что было создано ранее взамен пришла другая структура так называемых зеленых экстремисты ваххабитского толка которые заместили так называемых блатных и начали фактически управлять только вся разница между теми блатными что они жили по определенным там понятиям своим порядком из нее они были договорно способны договороспособные а вот нынешние зеленые это не договороспособные люди которые скажем вот такие вот устраивают эксцессы что мы видели в этой колонии и в предыдущем тогда ранее в сизо ну вот смотрите вот связи с тем что система в син она вообще система закрытая да только люди которые там не были они только понаслышке знают что там происходит какие-то страшилки всегда рассказывать на ютубе куча роликов как как входить в хату как себя вести как отвечать на какие-то вопросы коварные что на самом деле там сейчас происходит правило я так понимаю меняется сейчас на данный момент что ну можно сейчас сказать что правила особо никаких уже и нет потому что поломан определенный там уклад который существовал и вместо этого возникла какой-то дисбаланс всей системы но при этом к сожалению опять начались избиение заключенных со стороны сотрудников сил к сожалению начались какие-то они заканчивались ликты да они заканчивались даже был период при прошлом директоре син калашникове когда вот эти вот конфликты стали жесткого очищаться и сотрудников син которые были к ним причастны к избе и не заключенных стали сажать просто пачками при нынешнем директоре сингостеве нет тенденция продолжилась но немножко пошла по снижающей плоскости такой а вообще как можно выжить тюрьме зоне в лагере какие сейчас есть средства какие способы ну способы всегда были какие-то вести себя в первую очередь нормально но при этом скажем так ты не можешь себя защитить если другие себя ведут ненормально поэтому в связи с тем что есть нарушение в отношении заключенных со стороны сотрудников син мы в гулаг-инфо создали программу договор страховка то есть программу защиты для заключенных которая работает и работает уже нами опробовано в течение одного года и работает хорошо то есть фактически заключая с нами договор страховка заключенный получает защиту уже от гулаг-инфо по по всяким неприятным для него ситуациям скажем так ссылка будет в описании можно написать на все вопросы ответят вот и все-таки чуть более подробно какой инструментарий вы будете использовать чтобы защитить человека ну инструментарий скажем так он абсолютно рабочий опять-таки он опробован уже в не год то есть это информационная защита и поддержка заключенных со стороны команды гулаг-инфо то есть мы информационно поддерживаем заключенную если что-то с ним происходит это сразу появляется в публикации гулаг-инфо и моментально после этого идут запросы от наших сотрудников в правоохранительные иные надзорные органы которые надзирают за структурами уголовной исполнительной системы как правило проще говоря адвокационная поддержка страны гулаг-инфо она оказывает ну в процентах из 100 наверное 90 процентов оказывает положительный эффект потому что ну на нынешнее нынешнее время в нынешнее очень сложное время гулаг-инфо это единственный проект который остался в россии который действительно помогает заключенным знаете действительно с блатными законы работы с блатными неписанное они же вырабатывались годами десятилетиями с двадцатых или тридцатых годов если действительно за несколько месяцев за несколько лет вся эта система была сломана и появилась новая сила так называемые зеленые приверженцы исламского государства запрещенного на территории россии то действительно как с ними работать возможно еще оперативные сотрудники которые вовсе работники всен не знают еще обратите внимание что они бритые я имею вот заключенные к 19 не бритые в отличие от ростовской колонии где и борода и волосы все присутствует скорее всего после того как случилась трагедия в ростове их побрили просто взяли и побрили вот так вот знаете что то сделать надо давайте их побреем просто и они как-то наверное может быть исламистами перестанут быть так наверное как какая логика здесь дело в том что для этих людей для подобной категории людей побрить волосы на голове на лице для них это не просто возможно личное оскорбление оскорбление на сакральном уровне до насильно сбреете бороду возможно что реакция будет неадекватная не выработался еще алгоритм работы вот с подобным персонажем я надеюсь что как-то будут смотреть на опыт и в раб но это опять все будет не быстро но еще один момент ведь вот что касается в син они должны сделать какие-то выводы но и министерство обороны вот эти вот вот эти много арестов которые произошли они понесут наказание ведь сейчас будет следствие потом будет суд а потом будет они попадут в эту систему в син и они же могут там просто отсидеть года три-четыре да и выйти вспомните предыдущего министра обороны и помощнику помощницу ее как они там себя сейчас чувствуют хорошо до свидания